Всем привет! Друзья, наконец-таки спала эта невозможная жара, не знаю надолго или нет. С этим, наверное, связано и то, что ролики у меня стали выходить немножечко реже, потому что просто нет сил выйти в сад, а работы очень много и руки не доходят до всего. Но все равно буду радовать вас, показывать. Скоро покажу вам, заказала очень интересный подарок себе на день рождения. И надеюсь, что в следующем выпуске уже вы его увидите. А сейчас пойдемте в сад. Приобрела на днях такое интересное, красивое растение, такой цветок. Это лабелия прекрасная. Красный вулкан. Многолетник. Очень красивый лист, понравился. Будет около 60 сантиметров куст. Такие прочные очень у него стебли. Смотрите, такого сиреневого цвета, прямо граненые. Такие красивые цветочки красного цвета. Цвести должна лабелия около двух месяцев, июнь-июль. Давно любовалась этим цветком, хотела. И вот, наконец, приобрела. Помните, я вам рассказывала, что с ранней весны борюсь за клематис. Клематис принцессы Диана. Красивый такой колокольчиковый клематис. Заболел он у меня увяданием, вилд. И вот он, несмотря на то, что очень ему тяжело, но выгнал бутончики. Сейчас покажу вам. Вот будет цветение. И вот на каждой веточке я смотрю уже бутончики, бутончики. Хотя он еще стрессует, у него еще листик страдает. Не знаю, может быть, конечно, осенью выкопаю его, пересажу на другое место. Ну вот, все-таки помогает ему лечение. Делала ему многократные обработки и фундазолом, и максимом, и марганцовкой проливала. Вот тоже, видите, веточкой и бутончики. Когда распустится, покажу вам. Это очень красивый клематис. Обычно здесь такая большая копна розовых цветочков. Ну, посмотрим, как будет дальше себя вести. Мой клематис принцесса Диана. А вот криптомерия, которую я получила с оптхоза. Это криптомерия Сикан. Размер был R9, P9, как говорят многие. Вот, смотрите, моя рука. То есть, около 30 см саженец был в маленьком-маленьком стаканчике. В общем, стаканчик был одни корни. Не было там практически земли. Саженец был в прекрасном состоянии. Так что я очень довольна. Вот посадила в притенение, но все равно чуть-чуть подгорают. Эти дни такая аномальная жара. Просто градусник в тени показывал и 40, и 42. На солнце вообще неизвестно. У меня даже лавровишня сгорела. Обгорели листики. Так что вот еще одна криптомерия в саду. Криптомерия Сикан. Столько раз вам показываю сад, и каждый раз забываю показать одно из очень интересных и мое, наверное, самое любимое на вкус растения в саду. Это унаби. Еще его называют китайский финик. Вот уже он отцвел, завязал финики. На этом дереве поспевают такие, ну, наверное, действительно не зря называется финик, такой, как сухофрукт с такой плоской длинной косточкой коричневого цвета. Осенью мы их собираем. Такая интересная особенность. Вот смотрите. Каждый финик завязывается на листике. И когда дерево начнет сбрасывать листья, вот лист падает вместе с фруктом. Красивое. И сейчас покажу его цветение. Потому что вот на этой веточке он продолжает цвести. Муравьев, правда, куча. Вот такими маленькими звездочками. И вот они уже везде завязались в финике. Вот еще один новый житель сада. Посадила многолетник гелиотроп. Гелиосолнце. Должен, по идее, поворачивать соцветия за солнцем. Очень красивый листик. Купила в лето, если будете задавать вопросы, где купила. Здесь у меня что-то очень чахнет. Куст Вероники розовой. Он был в другом месте. Пересадила. Вот никак не выхожу. Подсадила гелиотроп. Думаю, наверное, уберу Веронику. Такой компаньон будет моей красавицы гортензии. Гортензия Сильвердоллар. Увеличивает. Увеличивает уже свои метелки. Вчера делала ей подкормки. С утра вносила 2 ложки столовых лимонной кислоты на 10-литровое ведро воды. А вечером уже вносила жидкое комплексное удобрение для гортензий. Азалий. В общем, вчера все свои гортензии, азалий, камелии, все подкормила. И вот он, смотрите, какой интересный гелиотроп. И лист красивый, и цветок красивый. Какое-то звездное небо. Здесь продолжает под гортензией цвести очеток. Вот за что нравится мне этот очеток, что вот одни отцветают все цвете, а другие выгоняют и постоянно красиво смотрятся. И хорошо мне прикрывает землю, здесь не дает перегреваться корням гортензии. Вот такая вот компания. Ветер, ждем дождя. Я вам уже показывала свою лагерстремию карликовую, индийская сирень. Так вот, она выгнала бутоны. Будет свести. Бутонов очень много. Каждая веточка увенчана бутончиками. Бутончики сейчас смотрятся как такие горошинки. Пасмурно так стало. Наверное, все-таки пойдет дождь. Я очень рада, мне очень интересно. Я очень хочу увидеть снова ее цветение, показать вам. Это здесь сделала, пришлось вот такой вот ограничитель сделать. А очеток заползает, но это не так страшно, как страшно было слизни. От сырости было очень много слизней. И вот пришлось сделать вот такой вот, из пятилитровой бутылки обрезала, чтобы свет попадал. И прогревалась земля здесь хорошо, и все, слизней больше я здесь не видела. Так что скоро, совсем скоро зацветет индийская сирень в моем саду. А вот здесь у меня второй куст с зеленым листом. Куст, видимо, будет такой довольно высокорослый. Ну вот тоже похоже на то, что она скоро зацветет. Но еще явно выраженных соцветий пока нет. Поэтому я, конечно, надеюсь. Но вообще очень красивое растение. Вот обратите внимание, кора у него красного цвета и с такими наростами. Вот я видела похожую кору, наверное, у бересклета крылатого. Тоже с такими как гранями. Вот у индийской сирени у Лагерстремии тоже такая красивая, интересная кора. Поэтому куст смотрится красиво и в цветении невозможно красиво. И сам по себе и лист красивый, и форма куста. Продолжает цвести олеандр, выгоняет новые и новые соцветия кисточки. Красиво очень. О, уже слышу гром. Вот так прекрасно выглядит гиптокодиум, продолжает. И подошла к банановой пальме. Помните, какая это была малышка? И вот это уже полноценные пять листьев, гонит шестой. Такие космические темпы роста. И уже очень хорошо увеличился ствол в объеме. Такой уже толстенький стал. Так что скоро здесь на фоне моей прекрасной канны, клещевины, еще будет банан. Как раз вот эту пустоту закроет. Что у вас там с погодой? Жара отпустила? У нас сегодня прямо легче стало. Конечно, невозможно было выйти на улицу. Вот такое прекрасное кресло. Теперь помогает мне расслабиться в саду. Но вчера вышло плюс сорок во дворе, невозможно днем. Вышло вечером, через две минуты залетела в дом, потому что вся была искусанная комарами. Вот такая прелесть лета. Учимся искать моменты и наслаждаться. Вот сегодня ветерок, прохладно, так хорошо. Поэтому сейчас сниму вам видео, возьму чашечку чая и буду сидеть, кататься и любоваться своим прекрасным садом. Вот здесь в углу у меня растет пироканта. Посажена с целью, я надеюсь, потом ее запустить и закрыть. Вот мне как-то был комментарий, что, Катя, что у вас там за такое черное здание не вписывается в ваш сад. И посадите что-нибудь, чтобы его закрыть. Вот здесь все посажено, и я надеюсь просто ее потом развести, чтобы она здесь была красивым таким фоном для сада. И вот в этом году она очень хорошо отцвела и завязала очень-очень много ягодок. Ягодки будут желтого цвета. Красивое полувечно зеленое растение. Если зима мягкая, она листья не сбрасывает. А если сильный мороз, то она сбрасывает половину листиков. Вот здесь она растет в таком затяжке. И, в принципе, я думаю, она листья не сбросит. Друзья, по криптомериям, вот кто отслеживает и хотел себе завести, вот прекрасно выглядит. Вот эту 40-градусную жару перенесла просто на ура. И вообще все криптомерии в саду выглядят прекрасно. Но они все растут у меня в затенении. Смотрите, как сгорело на солнце сныть. Наверное, на следующий год буду делать сюда бамбуковый такой навесик легкий, чтобы было такое легкое притенение. Потому что, конечно, и папоротники сгорели. Вот папоротники очень сильно сгорели. И немножко, совсем чуть-чуть пригорели листики у японской азалии. Но в целом выглядит неплохо. Но тяжело, конечно, такая жара. И вот эта криптомерия расен, она тоже растет. Здесь до часа дня солнце палящее. Но она, в принципе, терпит его. Получается, после часа полная тень. Но света достаточно. Вот еще криптомерия глобоза. Видите, как хорошо выглядит. У подруги, к сожалению, сгорело на солнце. Сгорели почти все криптомерии. И вот крестата. Крестата тоже в порядке. Все хорошо, вся приросла. Все великолепно. Хотела спросить, геленджик, привет. Вот вы рассказывали, у вас растет клородендрум. Не могу понять, почему он начал вот так вот листики подворачивать. Жарко ему, не хватает ему, может быть, воды. Хотя лью два раза в день его. А вот сейчас еще покажу вам красивый такой цветочек. Я его выставляла и в сообщество, и в инстаграм. И каждый раз мне писали комментарии, что это. Так вот, это ацидантера. Душистый гладиолус еще называют. Это луковичное растение. Очень красивое. Здесь посадила пять или шесть луковичек. Вот уже второй расцветать начинает. Очень оригинальное. Ну, не знаю, я нюхала несколько раз. Такого супераромата я не почувствовала. Ну, вот называется душистый гладиолус. Не знаю, может быть, у меня что-то с нюхом. Но растение очень интересное, очень красивое. Вот такая красавица. Вообще сад цветет, и это так радует. Утром выходишь, и как раз в полном распуске гибискусы. И сад наполнен такими красками яркими. Это так красиво. Вечером некоторые закрываются. Вот розовый вот так выглядит вечером в соцветии. Другие сорта держат сейчас открытый бутон цветок, потому что пасмурно. Вообще сделала вывод, что на юге, на таком палящем солнце, прекрасно себя чувствуют в притенении даже те растения, которые очень сильно любят солнце и любят свет. Вот гибискусы травянистые, когда в притенении, они не так горят. И цветок держится до самого вечера, потому что этот цветок однодневка. Вот покажу вам наконец, как это красиво смотрится. Очень много и бутонов, и такие огромные красивые цветы. Вообще сад наполнен бабочками. Это настолько умиляет. Очень люблю бабочек. Друзья, каждый раз показываю. И вот то они у меня уже подвявшие середина дня, то еще не распустились. Вот какие красивые мои гибискусы. Я обожаю их, просто не могу налюбоваться. Утром выхожу, сад весь цветет, все так красиво. Несмотря на то, что у меня их уже очень много, вот хочу еще добавить несколько красивых сортов, потому что такого колорита тропического, вот таких нарядных цветов, наверное, просто не сыскать. Красивее растение, чем гибискус, наверное, и не придумать. А вот рядом сейчас покажу вам розовый. Вот какой красавец. Смотрите, когда он весь открыт, уже очень много открылось цветов. Цветок однодневный сбрасывает потом вот так свое соцветие. Но дает столько красок, столько больших красивых цветов. Ну, невозможно не любоваться таким прекрасным гибискусом. Коты, наконец, вздохнули свежим воздухом. Очень тяжело, жарко им было. Лежали бедные в тенечке. А вот перед вами кустик целлозии. Я вам его уже показывала в одном из видео. Очень нарядное, красивое, наверное, такое тропическое тоже растение вписывается в эту тенденцию сада. Очень неприхотливое. Само сеется, само всходит в разных частях сада. Красивая и кора, и листья. И вот уже выгнала она свои цветочки, свои метелочки. Они потом в такие гребешки будут сформироваться. Очень люблю. Единственное, что когда сильный ветер, вот такие растения очень тяжелые. Бывает, что их расшатывает, и приходится их как-то закреплять, подвязывать. Вот у нас вчера был ветер сильный, и пришлось утром мне некоторые клещевины фиксировать, и даже самую высокую канну повалило. Так что в саду всегда очень много работы. И сейчас, когда наконец-таки вот это невыносимое пекло просто спало, хочется очень много успеть за вечер. Поэтому я с вами прощаюсь. До встречи в новом видео, до встречи в саду. И не опускаем руки, работаем и наслаждаемся своими прекрасными садами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...